ТОЧИНВЕСТ Линию по производству металлоконструкций для дорожной отрасли. Визит недели. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов посетил Рязань. Федеральная антимонопольная служба четверть века. Об итогах работы ведомства рассказал общественности зам руководителя ФАС Александр Кенев. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Новые производственные мощности сегодня открыты на рязанском заводе ТОЧИНВЕСТ. В заново построенном цехе предприятия размещены современнейшие линии по производству металлоконструкций для дорожной отрасли. В Рязани запустили новое производство дорожных и мостовых ограждений. Профильный цех на заводе ТОЧИНВЕСТ по соседству с кожзаводом открылся в четверг 10 сентября. Производственную линию торжественно запустили губернатор Олег Ковалев и оператор Александр Кульбицкий. Выпуск тросовых ограждений, которые обладают высокой удерживающей способностью, экологичностью, низкой себестоимостью, а также способствующих снижению аварийности на дорогах. В этом и заключается инновационность проекта. Такие изделия могут быть востребованы не только на автомагистралях, но и на обычных дорогах, которые первоначально не были рассчитаны на установку подобных ограждений. Как отметил губернатор Олег Ковалев, цех способен обеспечивать не только местный рынок, но и другие регионы и страны СНГ. Современные дороги, современные магистрали без ограждающих конструкций не могут функционировать, потому что ограждающая конструкция – это и безопасность, это и предохранение от попадания на дорогу животных, людей и так далее. И, безусловно, инвесторы, они тренд этот поймали, и сегодня то, что они будут производить, все очень будет востребовано. Решение расширить производство приняли в 2014 году. Инвестиции составили более 430 миллионов рублей. После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать 6000 тонн ограждений в месяц. Подобный производство дорожной отрасли, который включает в себя все высокотехнологичные линии и современное оборудование, является уникальным для страны. На сегодняшний день этот цех оснащен самым современнейшим оборудованием. Высокотехнологичным – это в первую очередь. Второе – предусмотрены в том числе и меры по охране труда. Если на старом предприятии, на многих станках и оборудовании люди работали в наушниках, то здесь довольно тихо. И третье – то, что мы, во-первых, для дорожной отрасли можем выпускать все виды продукции, которые только существуют на дорогах, благодаря этим линиям. А второе – мы можем пойти также в отрасльные люди в кассу, потому что ряд линий нам могут позволять выпускать металлоконструкции, в том числе и для строительства домов, быстрого возводимых кемпингов. Проект входит в число приоритетных для региона. По данным Рязанского Минпрома, в течение четырех лет завод получит налоговые льготы на более чем 42 миллиона. Поступление в бюджет области за этот период составит более 88 миллионов рублей. Открытие нового производства важно не только с точки зрения развития промышленного потенциала Рязанской области. Для микрорайона Конищева и Недостоева «Точинвест» является одним из системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на качество жизни населения. Завод «Точинвест» – это не только 500 рабочих мест и современная производственная база. Предприятия входят в холдинг финансово-промышленной компании «Инвест», который на протяжении уже почти 15 лет оказывает существенное влияние на инфраструктуру и качество жизни в рязанских микрорайонах Недостоева и Конищева. При участии «Точинвеста», а также еще двух десятков предприятий холдинга, среди которых «Рязанский кожзавод», группа компании «Барц», завод «Теплоприбор», отремонтировано уличное освещение на улице сельских строителей, решена проблема с приемом маленьких пациентов в филиале детской поликлиники номер 3. Во дворах установлены современные игровые и спортивные площадки. Генеральный директор финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Трушина и руководитель группы компании «Барц» Александр Лемдянов, являющийся депутатами Рязанской городской думы, во взаимодействии с городскими властями активно решают вопросы приведения дорог в микрорайоне в нормативное состояние. Дорога была такая, что после любого, даже маленького дождя, тут стояли лужи детям и жителям. Конечно, здесь проходить было очень неприятно. Так дорога к школе выглядела еще две недели назад, а это уже кадры этой недели. Помимо 35-й школы при участии финансово-промышленной компании «Инвест» и городских депутатов отремонтированы дороги к 56-й школе и 137-му детскому саду. Готовятся к открытию современная спортивная площадка и столовая, которую также помог отремонтировать «Точинвест». Это сейчас школьники всех возрастов из Недостоева свободное время проводят за игрой в футбол и баскетбол на современной спортивной площадке. Пару лет назад в этом дворе не то что играть, гулять было опасно. Очень долгое время на этом месте был строительный котлован, и дети зимой, скатываясь в горки, скатывались прямо в строительные сваи. Разумеется, там были не очень хорошие случаи после такого отдыха. И вот по инициативе наших городских депутатов Трушина, Галина Владимировна, заводок «Точинвест», здесь появилась такая прекрасная спортивная площадка, где наша молодежь, молодежь Недостоева может играть в футбол, в баскетбол, можно и заниматься на турниках. Это, конечно, прекрасно, когда детям ездят играть, заниматься спортом. Социальная ответственность предприятий «Холдинга Инвест» хорошо известна в микрорайонах Недостоева и Конищева. Некоторые бывшие работники даже приписывают добрые дела инвестовских предприятий себе, хотя по факту не имеют к ним никакого отношения, уже давно не работая в «Холдинге». А председатель Совета директоров финансово-промышленной компании «Инвест», депутат Рязанской городской думы Галина Трушина уверена, что неразрешимых проблем не бывает. Активность и небезразличие горожан вкупе с твердой рукой и отзывчивостью власти – вот слагаемый успеха, эффективного достижения любой цели. Посетил микрорайон Конищева и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это он сделал в рамках своего вчерашнего визита в Рязань. Руководитель думской фракции встретился с главой региона Олегом Ковалевым, осмотрел отремонтированную улицу Комбайново, а также пообщался с горожанами в одном из центров правовой помощи, созданной однопартийцами. Свой визит в Рязань депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия» начал с осмотра улицы Комбайновой. Жители московского района, которые пришли встретить политика, говорили, что этот участок дороги не ремонтировали четверть века. Ну так уж получилось, что Центр защиты прав граждан открылся на Комбайновой улице. И в первый свой приезд, несколько месяцев назад, я когда поехал по, ну скажем так, по этому направлению, потому что дорогой назвать это сложно, это просто как будто после бомбежки. И граждане пришли ко мне на прием, принесли заявление, но я сам вживую увидел. И в тот же день у меня была встреча с губернатором Рязанской области Олегом Ивановичем Ковалевым. Я рассказал ему про эту дорогу. Были жалобы на внутридворовый проезд по улице Великаново, дом 11. И на приеме у меня были сотрудники Преокского заповедника, где говорили, что дорога к заповеднику просто никакая. И Олег Иванович пообещал, что все эти вопросы берет на контроль. Как мы видим, Комбайново сделано. И, насколько я понял, у людей никаких претензий нет, одни благодарности. А вот, например, внутридворовый проезд Великаново 11 сделали, а, видимо, водостоки, ливневку не сделали. Значит, там надо, видимо, еще смотреть. Ну и, насколько я знаю, дорогу к заповеднику начали делать в этом году. Что-то сделали в этом году, что не сделали в этом году, закончили в следующем. Актуальных вопросов, особенно у пенсионеров, нашлось много. За чашкой чая уже в Центре защиты прав граждан Сергей Миронов выслушал пожелания и просьбы населения. Они касались в основном придворовых территорий и услуг ЖКХ. Политик напомнил, в нашем регионе собрано уже более 70 тысяч подписей за отмену поборов на капитальный ремонт. Позже в конференц-зале гостиницы «Лувич» депутат отметил, что к числу больных мест относятся также вопросы здравоохранения и образования. А 90% всех проблем происходит по вине чиновников, которые просто не выполняют то, что обязаны делать по долгу службы. Также во время встречи были подняты вопросы о социально-экономическом положении в области, о развитии собственной промышленности и сельского хозяйства в рамках импортозамещения. А сегодня в Рязань прибыл замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кенев. Кстати, нынешний год юбилейный для этого ведомства. 25 лет назад был образован Госкомитет еще РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. С тех самых пор задач у службы стало значительно больше. Впрочем, на сегодняшнем брифинге темы беседы были весьма различны. Рязань посетил заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Александр Кенев. В преддверии 25-летнего юбилея антимонопольному ведомству он вместе с руководителем регионального отделения Владимиром Луканцовым провел конференцию для рязанской прессы, где подвел итоги деятельности ФАС и рассказал о последних изменениях в работе службы. Наш юбилейный год совпал с очень серьезными изменениями в структуре ФАС России. Именно в этом году президенты правительства доверили нам несколько новых важнейших сфер ответственности. С января 2015 года Федеральная антимонопольная служба вместо упраздненного Рособоронзаказа отвечает за вопросы, связанные с исполнением государственного оборонного заказа, контролирует эту сферу, участвует в создании нормативных актов в этой области. Буквально полтора месяца назад президент и правительство Российской Федерации приняли еще более важное решение. Это решение связано с упразднением Федеральной службы по тарифам и передачей полномочий Федеральной службы по тарифам Федеральной антимонопольной службе. Александр Кенев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Рязанской области наряду с другими развивающимися регионами является сегодня конкурентоспособной. Также замруководителя ФАС рассказал о новых обязанностях, переданных в компетенцию ведомства, и о том, как в связи с этим регулируется работа в управлении. На днях вышло несколько документов правительства, связанных с нашей реорганизацией, связанных с ликвидацией Федеральной службы по тарифам. Председатель правительства разрешил немного увеличить количество заместителей у нашего руководителя службы, но если их в службе по тарифам было шесть, то нам разрешили иметь три. Немного расширится наша штатная численность, но если в службе по тарифам было более 500 человек численности, то нам дадут гораздо меньше. Мы справимся, не первый раз. Мы ждем, что в Федеральную антимонопольную службу перейдут большая часть тех, кто профессионально и компетентно трудился в Федеральной службе по тарифам. Мы ждем молодежь. У нас очень большой конкурс. Александр Кенев прибыл в Рязань для того, чтобы подвести итоги совместной работы ФАС с органами внутренних дел. Он рассказал, что взаимодействие между ведомствами налажено грамотно и конструктивно. И проблемы нарушения антимонопольного законодательства, в частности в Рязанской области, решаются своевременно. А также ведется и совместная профилактическая работа. К другим новостям. В 123-м детском саду, что в поселке Форошиловка, открылась автоплощадка для малышей. Построенный городок похож на обычную улицу, но только в миниатюре. И теперь ребятишки смогут изучать правила дорожного движения во время пребывания в детском саду «Акварелька». Приучать малышей к тому, что на дороге нужно быть аккуратными и строго-настрого соблюдать правила. Необходимо с самого раннего возраста. Желательно с детсадовского. Региональная госавтоинспекция уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. К примеру, в детском садике номер 23 теперь появилась оборудованная автоплощадка с разметкой, светофором и миниатюрными дорожными знаками. Хочется сказать большое спасибо, что органы образования и конкретно этот детский сад номер 23, ее заведующие и родители услышали госавтоинспекцию. Теперь в этом детском саду есть великолепная детская автоплощадка, где можно детям с самого малого возраста прививать навыки безопасного поведения. Малыши в игровой форме изучают правила дорожного движения и уже прекрасно знают, что проезжую часть можно переходить только в строго отведенных местах. И только на разрешающий сигнал светофора. Конечно, это комплексная работа, требующая усилий как от родителей и воспитателей, так и от представителей ведомственных структур. Чтобы все и дети, и взрослые были здоровы, мы теперь надеемся, будем проводить здесь большую работу. И дети этого детского сада, возможно, и близлежащих будем приглашать заниматься с ними на этой автоплощадке, и они будут знать и соблюдать правила дорожного движения. И даже, может быть, подсказывать их родителям. Именно эта площадка была приобретена и оборудована на средства спонсора. Всего было потрачено немногим больше 100 тысяч рублей. Только вдумайтесь, какую огромную пользу и сколько радости принесет подобная интерактивная игра сотням малышей. А вчера прошел Международный день красоты. Праздник, конечно, неофициальный. Однако во многих странах мира в этот день проводят конкурсы красоты и устраивают творческие выставки и концерты. Ну а в Рязани этот день красоты отметили легкоатлетическим забегом. Вчера в ЦПКО прошел очередной этап муниципального проекта «Бежим круглый год», который проводит управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные Международному дню красоты, который отмечается ежегодно с 1995 года. В этот день в мире особенно приветствуется все красивое и прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. В Рязани же в этот день решили оценить красоту в движении и провести лехатлетический пробег, где главными действующими лицами были представительницы прекрасного пола. Начинание не только словом, но и участием поддержало Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области во главе с руководителем Татьяной Пыжонковой. После короткой церемонии открытия и разминки перед стартом в путь на дистанцию 500 метров отправились сначала группа представительниц прекрасного пола, а затем группа ценителей красоты – мужчин. «В первую очередь, конечно, я решил принять участие, потому что это здоровье. В первую очередь, это здоровье мое. Это, если говорить о массовости, конечно, это здоровье наших детей, нашей нации. И сами знаете, прекрасно понимаете, что в первую очередь основа всей жизнедеятельности – это, конечно, здоровье». Для большинства участников стартов во главе угла стоял олимпийский принцип. Главное – не победа, а участие. Поэтому по ходу забега его участники щедро раздавали зрителям улыбки и приветствия. После финиша и подведения итогов прошла церемония награждения. Первым делом специальный приз получила самая юная участница соревнований – пятилетняя Светлана Сосновская. Победительницами стали Даша Горшкова, Кира Коломина, Мария Сидорова, Ирина Антонова и Ольга Пронькина. В группе ценителей первым пришел к финишу Иван Рухлов. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова